Вот ее на паспорт бабушкин. То есть вот что. Бабушка у меня тут. То есть она была же здесь. То есть ее никуда в другое место не привезли. То есть документ о том, что она находилась у них тоже. Вот он. В день похорон бабушки Наталью постигло еще одно несчастье. Девушка вместе с родными приехала в морг, чтобы забрать тело умершей. Но там время сначала перенесли, а спустя 4 часа семье объявили. Тело потеряли. Мы опять спускаемся туда в морг. Там тишина. То есть мы услышали разговоры сотрудников через дверь, что тело потеряли. Они подняли кипиш, они не знают теперь, что делать. Это богохульство. Даже ее похоронить спокойно сегодня не смогла. Сколько она у них там еще времени пробудет и где она вообще находится, это неизвестно. Может быть они вообще перепутали бирки и похоронили ее другим человеком. 88-летняя Клара Павловна скончалась на прошлой неделе предварительно от сердечного приступа. Ее тело отвезли в морг на партизана-железняка. Это подтверждает и свидетельство смерти, которое осталось на руках у родных. Режим работы регистратуры этого морга с 9 утра до 5 часов вечера. Но вот сейчас на часах практически без 25 и мы видим, что двери уже закрыты. Видимо администрация увидела нашу съемочную группу и решила не пускать нас внутрь. Но спустя примерно 20 минут под покровом ночи из другого выхода появился сотрудник морга. Именно этот человек сегодня Наталье пояснил. Тело умершей не выдали из-за технического сбоя. Мы перенесли на завтра для них по техническим причинам. Завтра мы с ними свяжемся и решим все вопросы. А что за технические причины, что вот не оказалось тело в морге? Почему? Тело оказалось, просто его ищут до сих пор. Сейчас найдут и все. Она лежит в том холодильнике, где сейчас находится огромное количество тел, которых у нас, к сожалению, не вывезено до сих пор бодолыком. Речь идет о телах безродных красноярцев, которые должно было захоронить муниципальное предприятие ритуальной услуги. Но при чем здесь ее родственница Наталья так и не поняла. Бабушку она собиралась хоронить на шинном кладбище. Сотрудники морга эту ситуацию никак не пояснили, не рассказали и кого винить в данном происшествии. Зато пообещали, тело усопшей выдадут завтра. Чтобы дойти до истины на место, вызвали полицию. Сейчас стражу порядка проводят по этому факту проверку. Виктория Столярова, Виталий Субоцин, Новости ТВК.